Сизо-фиолетовый, серо-коричневый, розовато-непонятный, в общем, оттенок. Все это ко мне, точно. Привет всем ярким и манящим, флиртующим огонькам! В сегодняшнем видео мы с вами нарядились как на бал. А почему? Потому что сегодня у нас очередной бал адвентов. И знаете, у нас с вами еще остались некоторые запасы адвент-календарей, с которыми нам предстоит разобраться. Давайте закружим их в вальсе и, в общем, раскроем все эти адвенты и посмотрим, что в них находится внутри. У нас сегодня с вами настоящий праздник, у нас сегодня 4 адвент-календаря. И в сегодняшнем видео мы с вами предпримем целое путешествие по Европе. Представляете, у нас с вами сегодня будет Испания, потом Германия, а потом Польша. Ох, ну давайте скорее начнем. Так, начинаем мы с Испании. Мы возьмем с вами самую западную от нас страну, чтобы постепенно прийти к нашей Восточной Европе. Итак, начинаем мы с двух адвентов, которые принадлежат компаниям, точнее бренду. Лореаль Париж и также бренду Maybelline. Это два адвента, которые, кстати, продавались на сайте Makeup Store, по-моему. Там я их купила и они оказались достаточно популярны, потому что, ну, они, знаете, такие интересные. Но интересно в этих календарях, что это чисто испанские лимитки. Они были выпущены специально для испанского рынка. И внутри, в каждом из этих адвентов находятся те вещи от бренда Maybelline и от бренда Лореаль Париж, которые были бестселлерами в Испании. Ну, не знаю, так ли это на самом деле. Или, как всегда, знаете, бренды такие, ну, наш тональный, который никто не покупает. Именно потому, что никто его не покупает и он не продается. Они говорят, наш тональный, это наш бестселлер. Ну, когда вы видите, что что-то бестселлер, хочется же купить. И попробовать, что там все остальные с удовольствием с таким покупают и чем пользуются. В общем, сегодня мы с вами посмотрим, что там в Испании особенно ценят от этих брендов. И я думаю, что начнем мы с адвент-календаря от Maybelline. Вот такой адвент-календарь я купила за 7 330 рублей. Я бы не сказала, что это сильно дорого, но и не сказала бы, чтобы это сильно дешево. Знаете, у нас адвенты разных были ценовых категорий. Если говорить, что все-таки это адвент от Maybelline, возможно, это немножко, ну, так, не совсем комфортная цена лично для меня. Итак, давайте начнем. Начинаем мы с первого номера. И, кстати, как мы можем видеть уже здесь, что-то у нас тут будет много всяких продолговатых предметов. Наверняка всякие карандаши для глаз, карандаши для глаз и снова карандаши для глаз. Итак, открываем и находим... Ой, представьте себе подводку. Надо же, уже не карандаш. И это подводка, которая называется Hyper Precise. Это неплохая подводка, но у нее фетровый наконечник. Я меньше люблю такие наконечники, чем классические кисточки. Дальше у нас второй номер. И здесь у нас The Falsies. Это тушь, которая, по-моему, у нас продавалась, а потом ее у нас перестали продавать. У нас какая-то другая версия сейчас продается. И поскольку у нас ее перестали продавать, я могу заключить, что она была не так уж и хороша. Дальше третий номер. Кстати, заметили? Здесь только пока полноразмерные версии. Я надеюсь, что дальше так и будет продолжаться. В принципе, наверное, в этом смысл этого календаря. Да, 7330 рублей, как бы для Мэйбеля, наверное, только полноразмерки. Это нас обрадует, если это действительно будет так. Дальше у нас здесь помада, которая называется Super Stay. И это помада, которая, насколько я помню, сейчас у нас тоже продается. Но вроде у нас это исключительно онлайн запуск. И это вот такая вот помада, которая с одной стороны просто жидкая помада. А с другой стороны, здесь должен быть какой-то верхний слой, который все это дело будет закреплять. Да, точно. Знаете, это все придумка, на самом деле, очень давняя. Это как у помад Leapfinity от Max Factor. У них такая тема была еще, когда я училась в старших классах школы. И у меня была тогда такая помада. В принципе, потом я ее тоже покупала. То есть, вот этот бальзам, он как бы закрепляет помаду. И после этого ее ничем нельзя оттереть, кроме как мочалка из губ. Даже гидрофильным маслом не всегда нормально получается. Следующий номер, это четвертый, что-то квадратное. И здесь мы находим, кстати, то, чего у нас нет в продаже. Это вот такие вот тени-однушки Color Sensational. Понятное дело, что, как и у любого другого бренда, у Maybelline и у L'Oréal Paris, у них немного различаются запуски от страны к стране. И, кстати, если вы посмотрите на то, что продается, например, в Америке у того же L'Oréal, то вы с удивлением увидите, что там много всего интересного, что не продается у нас. Так, что мы тут видим? А, понятно, понятно. Это румяна, которые называются Dream Matte Blush. Да что ж, все закрыто. Где ваш пинцет вообще, чтобы это открыть? И эти румяна, они, по-моему, у нас тоже продавались, по крайней мере, точно. Может быть, и сейчас продаются, но вроде это только тоже какой-то онлайн-запуск. Итак, посмотрим на эти румяна. Ну, помните, был такой Dream Matte Mousse у Maybelline. Может быть, он до сих пор продается. И здесь, в принципе, такая же тема. То есть, это вот такие вот симпатичные кремовые румяна. Кстати, очень красивый оттенок, который называется Десятый флиртующий розовый. Ох, мы же сегодня с вами тоже флиртующие яркие огоньки. И в шестом, в следующем номере, нас ждет что-то... Снова такая же помада, как только что у нас была. И эта помада первая у нас была красная, а вторая помада у нас будет какая-то нюдовая. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, где нюд, там и коричневый, да? Прям сильно коричневая помада. Интересно, кстати, насчет оттенков. Подбирали ли эти оттенки как-то, что типа бестселлер в Испании? Или подбирали, что просто, как всегда в адвентах, типа один красный, один там нюдовый, один еще какой-то? Ох, вот мы с вами и находим то, что не продается у нас. Это вот такой вот лак, который продается, по-моему, во всех остальных странах, где вообще продается Maybelline. Superstay 7 Days. Вот такой вот лак для ногтей. Кстати говоря, вот такие лаки я видела. И когда в основном была в Европе на стендах Maybelline, но они какие-то сильно дорогие там обычно. То есть они на рублей, где-то рублей чуть ли не 700 стоят, поэтому я их никогда не пробовала. Дальше у нас восьмой номер. И я думаю, там снова будут вот такие тени. Да, все правильно, снова тени. В этот раз какого-то бирюзового цвета. Ну ладно, попробуем, узнаем, что там за однушки такие у Maybelline. Дальше номер девятый. И в девятом номере мы с вами находим снова карандаш. Это тату-лайнер. Ну с этим мы с вами знакомы, у нас такие продаются. И это оттенок 900, который называется Deep Onyx. То есть, ну понятное дело, это какой-то черный? Черный, да, черный лайнер. Знаете, думала сейчас скажу черный. А кажется, что он какой-нибудь там синий или еще какой-то интересный. Так, теперь у нас десятый номер. И здесь знакомая нам пудра Fit Me. Это прозрачная версия этой пудры. Просто это пудра для фиксации макияжа. Вот такая пудра, которая тоже у нас продается. Кстати говоря, вот это реально бестселлер от Maybelline, по крайней мере в России. Дальше что-то такое, чего у нас нет. И это бронзер, который называется Dream Sun. Какой чудесный аромат. Прекрасно, просто прекрасно. Ну, наконец-то, у нас сегодня посетили, сами знаете кто, ароматы косметики. И пахнет действительно замечательно. Вот это интересная вещь, что бронзеры обычно всегда ароматизированы. Мне кажется, это какое-то хорошее начинание. Хотя ароматы в косметике, это, конечно, не самое главное. Особенно в уходовой косметике. Но когда они есть, это всегда приятно. Особенно, знаете, чем-то там пудрой какой-то краситесь. И приятно, когда легкий какой-то приятный аромат вас посещает. Следующее, что мы находим, это снова Color Sensational. И в этот раз это карандаши для губ. Это гелевые карандаши, которые стойкие. И у нас они тоже продаются. Ну, ладно. Что-то мы такое новенькое нашли. Дальше 13 номер. И тушь Snapscara, которая у нас, кстати, тоже является бестселлером. Мне эта тушь не особо нравится, потому что она у меня как-то прекрасно просто осыпается с ресниц. И это почему-то синяя версия. Как-то странно, знаете, какая-то синяя версия. Почему синяя, почему не черная? Ну, ладно, черная уже была. Так что есть какое-то разнообразие. Следующая, это снова помада. Но в этот раз это какой-то прям ядрёно такой розовый оттенок. Ну, понятно. Как всегда в адвентах, типа один красный, один нюдовый. И, конечно же, какой-то ядрёный цвет. Тоже нужен, чтобы уж точно всем угодить. Ну, совсем такой, знаете, летний какой-то цвет фуксии. Дальше 15 номер. А мы с вами быстренько продвигаемся. Ну, конечно, потому что у нас здесь еще три адвента лежат. И следующее, что мы находим, это тушь The Colossal. Замечательная тушь, которая, кстати, мне нравится. Это одна из моих любимых тушей от Maybelline. Но, к сожалению, как и остальные туши от Maybelline, у нее есть такая тенденция осыпаться. Особенно, когда вы ей пользуетесь уже некоторое время, там пару месяцев. И она прям начинает вообще осыпаться с ресниц. Но вот эта тушь, она действительно делает хороший объем на ресницах. И причем она их не опускает. Она их оставляет вот в таком приподнятом положении. Дальше мы с вами нашли вот такой вот Lasting Drama Light Liner. Да, и у нас тоже продаются вот такие вот карандаши. Это карандаши гелевые и стойкие, но они все светлых оттенков. То есть, они предназначены для водной линии нижнего века, для того, чтобы нарисовать что-нибудь там во внутреннем уголке глаза. Ну, симпатичные такие карандаши у нас тоже. Постоянно их можно найти в продаже. Следующее, что мы находим, надо же, это Face Studio. Это праймер, который еще из защиты от солнца. Мне кажется, у нас таких нет. Это интересно вообще. Надо же, вообще здорово. И как он выглядит? Ну, такой силиконистый, конечно, немножко как будто с каким-то сиянием. Просто праймер, как защита от солнца. Вообще классная идея, почему у нас таких не продают. А может быть продают. Дальше 18 номер. И снова мы здесь нашли помаду. Ту же самую. Кстати, интересно, почему они решили положить так много одинаковых помад в этот адвент. Видимо, в Испании это какое-то прям сильно ходовое средство. Или наоборот, никто не покупает. Ну, в общем, здесь у нас какой-то бордовый оттенок. Пожалуйста, если кто-то из вас живет в Испании, и вы хорошо знакомы с ассортиментом Maybelline, то напишите, как там вообще у вас дела обстоят вот с этими помадами. Пользуются ли они такой популярностью или нет. 19 номер. И в 19 номере мы снова находим лак Super Stay. Я знаю, что многие зрители расстраиваются, когда я нахожу лаки для ногтей, потому что многие делают гель-лак себе на ногтях. Но поскольку я довольствуюсь своим обычным обличием ногтей, меня это всегда радует, потому что, ну, как бы, знаете, я люблю. Я там практически каждому видео перекрашиваю ногти, поэтому мне нравится, что какие-то новые лаки. А я, наоборот, не люблю, когда всякие смывки для ногтей и подобные вещи. Дальше у нас Royal Blue. Вот такой вот королевский синий оттенок. И мы его кладем сюда, потому что это очередные тени-однушки. Следующий номер это карандаш, я думаю, для губ. Да, для губ. Точно такой же, как мы уже находили. И в этот раз у нас это красный вот такой вот красивый цвет, который, кстати, подходит вот к этой красной помаде. Знаете, когда мы с вами в этом году начинали только вот эту всю эпопею с адвент-календарями, и год назад, и год назад мы так радовались вообще хоть какой-то полноразмерной версии в адвент-календаре. А сейчас, смотрите, у нас одни полноразмерки, и мы такие, ну да, да, полноразмерный. Ну что-то немножко цвет какой-то не тот. И вот такие вот у нас мнения, да? Но на самом деле реально классно, что целый адвент полноразмерных средств. Следующая тушь это Lash Sensational, тушь, которую многие обожают, многие ненавидят. Я скорее нахожусь где-то посередине, но немного ближе к тем, кому она все-таки не нравится, просто потому что она мне не очень подходит. И эта версия очень черная. Ну классная, эта тушь действительно, она бестселлер вообще во всех странах от Maybelline, поэтому здорово, что она здесь есть. Следующий номер это снова помада. Да вы представляете, у нас сколько их? Четыре уже штуки, одинаковых помады было. Какой странный цвет. Посмотрите, он прям такой рыженький какой-то. Ммм, ну не знаю, такой. Не очень мне нравится этот цвет, ну ладно. Ну хорошо, все равно. И последний 24 номер, который должен быть самым классным, как мы знаем. Ну-ка, что же там такое будет? Значит, да ладно, да вы что? Ну почему? Не знаю, мне не нравится такой последний номер, потому что здесь лак для ногтей. Я только что сказала, что я в восторге от лаков для ногтей, но когда это 24 последний номер, ну как-то, как-то нехорошо получается. Причем это лак, который называется Forever Strong, то есть, наверное, это какой-то лак укрепляющий. Может быть, он дороже, чем обычный лак. Может быть, в этом смысл, типа, что, ну знаете, как бы последний номер, самый дорогой лак для ногтей. В общем, ладно, что у нас выходит по деньгам? Было достаточно сложно найти на все вот это цены. И как я сделала? Я нашла цены на те продукты, которые продаются у нас на российских сайтах, а те, которые вот прям совсем у нас такого нет. Я все-таки искала на испанских сайтах, и таким образом мы с вами сделали, знаете, какой-то никакой баланс. В общем, получается, что вот это вот все стоит 11 874 рубля, и выгода составляет от этого адвент-календаря 4544 рубля, потому что стоил он 7330 рублей. Ну, в принципе, нормально. Вы знаете, конечно, вообще набор неплохой, реально неплохой набор. Я бы поспорила с некоторыми оттенками, вот, по крайней мере, этих однушек, что они настолько прям вот применимые для всех в жизни, потому что все-таки в адвент-календарях чаще всего встречаются оттенки, которые подойдут максимально широкому кругу людей. Ну, в общем, ну, не знаю. С другой стороны, это, наверное, какие-то трендовые, по их мнению, оттенки, которые будут модными в следующем году. Неплохой набор, мне кажется, весьма и весьма неплохой календарь. Но еще раз, наверное, за 7330 рублей я бы его не купила. То есть, если бы я сейчас вот его у меня забрали и сказали, еще раз купишь, 7000 рублей, 330. Я бы сказала, нет, не куплю. Но, тем не менее, он был весьма и весьма неплох. Дальше у нас адвент-календарь от L'Oreal Paris. И то же самое, вся та же самая история, испанская версия, бестселлеры от L'Oreal в Испании. Итак, смотрим, здесь оформление уже более какое-то сдержанное, не такое цветастенькое. И если Maybelline, это, конечно же, Нью-Йорк, то L'Oreal, это, понятное дело, Париж. И что у нас тут? Первый номер, это, я думаю, опять будет подводка. Ну-ка, ну точно, как же мы так угадали? А ничего загадочного здесь не было, потому что форма уже предполагает такое содержание. И у нас подводка, как будто, знаете, это прям то же самое. И это подводка, которая называется Perfect Slim. Я, кстати, не удивлюсь, если это одно и то же, потому что Maybelline и L'Oreal, это бренды одной компании, и просто они делают их под разными, ну, точнее, с разными, под разными брендами, господи, и в разных упаковках. Дальше у нас номер второй. И где он? Ах, смотрите, там у нас все шло по порядку, а здесь все как-то в разнобой. И номер второй, это какая-то бутылочка. Кстати, интересно, что здесь все написано по-немецки, но еще есть наклейка на испанском языке. И что это такое? Это, в общем, какая-то то ли мицеллярная вода, то ли это, в общем, какой-то... А, это какой-то тонер, наверное. Ну, в общем, что-то уходовое из линейки для возрастной кожи, которую мы, кстати, с вами недавно обсуждали. Мы обсуждали макияж из линейки Age Perfect, который тоже был выпущен в Европе, но, к сожалению, у нас еще он не был выпущен. Поэтому, если вы хотите посмотреть то видео, то, пожалуйста, переходите внизу. В инфобоксе будет ссылка на этот видеоролик. В общем, что у нас дальше? Дальше у нас, кстати, это не полноразмерная версия. Обратите внимание, у нас были только что полноразмерки, а здесь у нас какая-то миниатюра. Дальше у нас номер третий. И здесь что-то большое. Ну-ка, ну-ка, что это такое? Это снова праймер из линейки Unfaible. И это просто прозрачный праймер. У нас, по-моему, такие продавались одно время. Но сейчас я их что-то в последнее время не вижу. Давайте попробуем его. Ну-ка, что тут? Силиконовый конец. Ой, какой силикон пошел! Знаете, вот чистый прям силикон, как будто вы какой-то пакет расплавленный выдавливаете из этой тубы и потом мажете себе его на лицо. Я не люблю подобные праймеры, потому что мне не нравится вот это вот силиконовое такое ощущение. У меня всегда чувство, как будто после этого я вся просто покроюсь с прыщами. Но на самом деле такие вещи рекомендую вам очень хорошо смывать, потому что они действительно... Ну, их действие такое, что они прям впиваются вам в кожу, чтобы все поры минимизировать на лице. Дальше у нас четвертый номер. И в четвертом номере у нас замечательная находка, потому что это помада Colorish. Я люблю помады Colorish. И что это такое? Это оттенок матовый. Ну-ка, какой замечательный цвет! Это оттенок 347. Вот такой потрясающий красный с холодным таким синим подтоном. Просто восхитительный оттенок. И с удовольствием, кстати, его попробую, потому что мне обычно такие цвета идут. Но, в принципе, они практически всем идут. Дальше у нас пятый номер. И пятый номер маленький. Что же там внутри? Ага, тени Color Queen. Тени Color Queen как-то, знаете, не снискали прям особой популярности. Может быть, в Испании они являются бестселлером. Но у нас, по-моему, как-то их не особенно оценили. А это, кстати, замечательные тени. Хотя у них не все оттенки одинаково классные по качеству. Эти тени, по-моему, на 40% состоят из масел. И они вот такие вот прям масляные-масляные. Они, кстати, очень похожи на некоторые тени от Шарлотты Тилбери. И они еще замечательно пахнут. Ах! Да что такое? Эти не пахнут. Почему в России пахнут? Что такое произошло? Лориаль, вы чего вообще? Не добавили, что ли, туда нормальные этой отдушки приятные? Ну, в общем, вот такие сияющие тени. И я их люблю. Мне кажется, это реально классные тени. Жалко, что они как-то не особенно популярны у нас. Дальше у нас номер шестой. И снова помада. Снова у нас Colorish. И на этот раз, что это за помада? Это помада ультраматовая. Которые, кстати, недавно выходили. Мне кажется, они чуть ли не этой весной выходили. В какой-то вообще лимитированной версии. И вроде у нас они уже спокойно продаются и в магазинах, и на сайтах. Какой оттенок! Ой, какая красота! Я вот такие, кстати, оттенки просто обожаю. И это прям 100% мой цвет. Как мы любим все с вами. Совершенно непонятный какой-то сизо-фиолетовый, серо-коричневый, розовато. Непонятный, в общем, оттенок. Все это ко мне, точно. Так, что у нас следующее? Это был номер шестой. И теперь у нас номер седьмой. И в седьмом номере что-то большое. Вот это облом. Вот тебе и большое. Маска Revitalift Filler. Вот такая вот маска. Причем просто одна. Я это не люблю. Ну, не в плане там маски всякие. Но мне не нравится, знаете, когда какое-то большое отделение. Там просто масочку положили. Потому что вы-то думаете, что там будет что-то огромное. Хотя, с другой стороны, что большое может быть в отделении вот такого адвента от L'Oreal Paris. Ну, как бы что, тональный крем. Тональный крем вряд ли получится, потому что тут нужно подбирать оттенок. Ну, в общем, да. Маска и маска. Дальше у нас номер восьмой. И где он? В восьмом номере снова ультраматовая помада. И, ой, какой красивый цвет. Да что ж такое-то? Все цвета красивые у этой матовой помады. И, в общем, это такая же помада, как предыдущая. Вот такая вот нюдовая. Ну, замечательно. Я вообще очень рада. Люблю помады Colorish. Следующий номер девятый. И опять я его не вижу. Вижу какой угодно. Просто номер, но только не тот, который нам нужен. А, нашла. Вот он. Он был прям скрытый такой. Номер девятый. И здесь у нас карандаш. Это лайнер для губ. Также анфаибль. И здесь у нас красный лайнер. Ну, наверное, раз красный, то будет еще какой-нибудь другой оттенок. Хорошо. Дальше у нас десятый. И здесь, наконец-то, большой. Какой-то только не маска, пожалуйста, в этот раз. Life's a Peach. Это румяная. Это, кстати, линейка, которая у нас не продается по какой-то причине. Вроде у нас можно ее купить на каких-то сайтах. Ну, то есть, вот тоже какой-то там онлайн-эксклюзив. А может быть, даже и нельзя. В общем, у них есть целая линейка в других странах, которая связана со всякими фруктами. Персики, вишенки, кокосы. Вот это вот все есть у L'Oreal. Но почему-то до нас не довозят. И здесь, ну, понятное дело, какой-то персиковый оттенок румян. Оранжевый румяна в сиянии. Ароматизированный. Но запах очень легкий. Ну, симпатично-симпатично. По крайней мере, что-то новенькое, чего у нас нет. Дальше номер одиннадцатый. И какой-то он тоже большой. Ага, Lash Paradise. Их тушь, которая тоже один из бестселлеров. Которая, на самом деле, является аналогом бюджетном туши Beta Zancex. Потому что она, в принципе, была сделана именно так, как ее аналог. Но неплохая тушь. Просто не всем она подходит тоже на 100%. Потому что это просто супер-супер объемная тушь. Дальше у нас номер двенадцатый. И в двенадцатом номере что-то тоже большое. Надо же! Это лак L'Net. Это лак, который является просто безусловным бестселлером. Абсолютно везде. В любой стране, где он только продается. Но почему-то у нас, по-моему, его даже не продают. Либо он продается в каких-то тоже онлайн-магазинах. Но, в общем, как-то он у нас не сильно популярен. Это довольно странно, потому что, ну, на самом деле, классно, классно, что есть какой-то бестселлер, который представляет из себя лак. Что я странное что-то сказала. Знаете, еще будет страннее, если я сейчас скажу, что знали ли вы, что кролики это гномы и свиты королевы-фей? Не знали, наверное? А вот теперь вы знаете. Что у нас дальше? Дальше это номер какой-какой? Тринадцатый. В тринадцатом номере, понятное дело, нас ждет помада. Итак, тринадцатый номер и вот такая вот помада. И помада у нас опять такая, какая у нас уже была несколько раз. Но все равно я рада, потому что нас цвета радуют. Именно этой линейки. И здесь более такой какой-то розовый насыщенный оттенок. Кстати, странно, мне кажется, что у меня была одна всего помада из вот этой линейки. И что-то я как-то ее даже не помню особо, насколько она мне понравилась. Но, видимо, видимо, да. Видимо, должна была понравиться. Дальше четырнадцатый номер. И где же он? Где же он? Половина карандаша для глаз. Что-то как-то я не поняла. Знаете, все так хорошо шло, а потом бах, и на тебе половина карандаша. Почему половина-то? Откуда здесь половинка карандаша? Ну, странный, реально странный адвент. Как бы, вы знаете, просто одного номера не хватало. И они уже такие, да ладно, ну, положим половинку карандаша, ну, как-нибудь переживут. Это был номер четырнадцатый. И теперь номер пятнадцатый, что-то снова большое. И, понятно, большие номера нас расстраивают. В этот раз у нас капсулы ревиталифта, вот такие вот ампулы. Кстати говоря, они продаются у нас вроде полноразмерной версии. Это семь ампул или десять ампул. Ну, в общем, ладно. Вот ампулы и ампулы мы нашли. Номер шестнадцатый. В шестнадцатом номере Эльвив. Масло для волос. Сухое масло. Это, кстати, полноразмерная версия. Я очень люблю такие вещи. Я одно время прям на них сидела. Это классное средство, если вы хотите немножко, знаете, волосам придать сияние, чтобы они легче укладывали, чтобы они были более гладкие, более блестящие. Но здесь важно не переборщить. Прям одну маленькую капельку нужно наносить на волосы. Если нанесете больше, то у вас голова будет просто сальная и жирная. Следующий номер это семнадцатый номер. И здесь снова будет помада. В этот раз у нас опять это Colorish, которая просто матовая. То есть у нас здесь помада уже с вами. Видите, сколько было? И это нюдовый вот такой вот красивый оттенок. Вообще молодцы, Лориаль, что они положили и нюдовый, и какие-то розовый, и красный цвет. И вообще разнообразие здесь все-таки было. Восемнадцатый номер. Я уж хотела сказать, что я ни на что не надеюсь. А на самом деле здесь праймер. Lash Paradise. У нас вроде этот праймер даже не выходил. То есть у нас есть тушь, но праймера нет. Но интересно будет попробовать, потому что сама тушь по себе дико объемная. Что ж тут праймер-то будет делать в компании с этой тушью? Наверное, сделает просто огромные такие паучьи лапки. Дальше номер девятнадцатый. И в девятнадцатом номере мы находим гель для бровей, который просто прозрачный. Ну, в общем-то, ожидаемо. И этот гель у нас тоже продается. И тем более он еще бывает всякий цветной. Дальше двадцатый номер. У меня же все руки просто изляпаны. Знаете, свочи негде делать. Здесь у нас черные тени Color Queen. Кстати, хорошие тоже тени. Они классно тушуются и вообще мне нравятся. Это был двадцатый номер. А, двадцать первый следующий, все правильно. И здесь можно снова расстраиваться, потому что опять нас ждут вот эти вот ампулы Revitalift. Вот такие вот капсулы. Здесь снова две штучки. Двадцать второй номер. Я уже, знаете, не питаю особых надежд. То есть мне нравится этот адвент-календарь, потому что мы здесь нашли классных помад. Просто целую кучу. Но когда я вижу какое-то большое отделение, я сразу такая, угу, Revitalift будут ампулы. И следующее, что мы находим, это снова Unfaible. У нас такое не продавалось. Это фиолетовый корректор. У нас есть консилер, но вот таких вот корректоров у нас нет. Вообще интересно. Классно. Что-то такое, да, новенькое. Попробуем. Дальше двадцатый третий номер. И мы уже с вами все. Финишная прямая. Прям вот, знаете, прямая прямее не бывает. И мы находим Mega Volume Collagen. У нас такой туши, кстати, нет. Я так понимаю, что это их линейка, которая, ай-яй-яй, имеет отношение к объему миллиона ресниц. Ну, в общем, вот такая вот супер какая-то объемная тушь. Странно, что у нас она не продается. Ладно, интересно, тоже попробуем. И самый последний, двадцать четвертый. Королевский просто номер. Отмеченный вот такой вот звездочкой. Что же там будет? Не будет ли там что-то обманчивое? Ну-ка, ну-ка, открываем. Полноразмерная сыворотка для волос, которая убирает пушистость. И здесь сколько у нас? Здесь сто миллилитров. В принципе, это неплохо. И это еще и термозащита. То есть, двести тридцать градусов она выдерживает. Ну, не знаю, как-то я не то чтобы прям в восторге. Хотя, с другой стороны, для укладки это вообще полезная вещь. И почему-то я еще вся в чем-то черном. Видимо, это вот эти вот тени черные немножко как-то раскрошились. Ну, ладно, что у нас по деньгам в результате? Произошло сразу несколько интересных событий. Во-первых, мы с вами оказались в затруднительной ситуации, поскольку помады от Maybelline не смываются вообще. Да, это как раз тот вариант, когда оттирать нужно мочалкой. Во-вторых, я поняла, что я вам не озвучила, сколько стоил этот календарь. А это же такая важная тема. И стоил он изначально 7695 рублей. Но сейчас, кстати, на него есть скидка. И стоит он 7233 рубля. Ну, если он до сих пор есть в наличии. И вот это все наполнение получается на 10976 рублей. То есть, выгода составляет 3743 рубля. У меня какая-то еще вещь закатилась сейчас под стол. И я не могу рассмотреть, что именно мы потеряли из этого адвента. Но, тем не менее, вот так вот он выглядит в результате. И, вы знаете, мне он понравился, потому что здесь мы с вами нашли много, я так подозреваю, наверное, помады. Одна укатилась. Вроде у нас 4 штуки было этих помад. В общем, мы нашли много помад. Это меня радует. Ну, конечно, он не то, чтобы прям совсем бюджетный. Но, тем не менее, ну, он интересный. Прям реально. Я думаю, что я получила удовольствие, когда я его открывала. Может быть, и потому, что у меня к бренду L'Oreal Paris есть какой-то, знаете, любовь, в общем, у нас с ним, с этим брендом. Мне он реально нравится. И поэтому меня порадовали многие вещи. И уж точно, вот эта вот штука, хоть это и такая не самая ожидаемая вещь, наверное, в этом адвенте, она все-таки лучше, чем лак из предыдущего адвента от Maybelline. А сейчас мы с вами перемещаемся. Мы продолжаем наше путешествие и переходим, знаете куда, в Германию. Что-то у нас совсем нет места. Посмотрите, какой красивый адвент-календарь. Ну, вот с местом прям беда. Ну, ладно, нас ничего не остановит. У нас, как мы знаем, чистые помыслы и горячие сердца. И поэтому мы достигнем своей цели. Здесь у нас адвент-календарь от немецкой сети магазинов, которая называется Douglas. Douglas это сеть косметическая, которая по всей Европе, на самом деле, ну, не во всех странах она есть, но во многих. Но это немецкая сеть. И каждый год они выпускают какое-то огромное количество разных адвентов. Причем, в основном у них адвенты с их собственной косметикой, под их собственной маркой. Но мне кажется, это не так прям интересно конкретно для нас. Хотя у нас, кстати, сегодня будет еще один монобрендовый адвент. Но здесь это адвент, который посвящен их бестселлерам. Типа как бестселлеры всей сети. Ну, я же говорила, у нас сегодня бестселлеры сплошные. И этот адвент называется Счастливого Рождества вокруг света. Ну, в основном вот здесь вот всякие европейские столицы. И, как нам обещает уже этот адвент, здесь у нас будет Саева, Анаст Бьюти, также Анастасия Беверли Хиллс. И давайте скорее в него погрузимся. Я его покупала на немецком сайте, собственно, на сайте Дугласа за 40 евро. Но сейчас он там продавался со скидкой в последнее время за 30 евро. И, кстати говоря, вроде он так и не продался. Я так понимаю, что наполнение будет не то, чтобы прям замечательно. Мы с вами сейчас это проверим. В общем, в результате получается, что 30 евро это примерно по курсу 2700 рублей. Странно, кстати, что они его не продали, потому что 2700 рублей это, в принципе, не так-то много для адвента. Ну, в общем, начинаем. Первый номер. И в первом номере мы с вами находим какой-то уход от бренда Анна Яки. Я знаю, что это за бренд. Это бренд довольно редкий у нас. Но вроде у нас он тоже иногда продается в разных магазинах. Но в Германии вроде он очень популярный. Это бренд изначально японский, но потом его купил какой-то итальянский концерн. В общем, это довольно дорогой бренд уходовой косметики. И здесь у нас что это такое? Это какой-то крем с бамбуком для лица. Ну, хорошо. Начали, знаете, как-то. Ну, так, наверное, если бы мы знали этот бренд лучше, мы бы больше обрадовались. Дальше у нас номер второй. И здесь снова что-то... Да что такое? Это гиалуроновый какой-то лифт энд ролл. В общем, что это? Что это такое? Это, наверное, какая-то гиалуроновая сыворотка для глаз. Ну, да, что-то вот такое вот совсем прям крошечное. Непонятно даже, что это лифт энд ролл. Это, наверное, название компании. Сделано в Германии. И вот такая вот фитюлька на 5 мл. Ну, как-то... Знаете, я уже понимаю, почему у них возникли сложности с продажей этого адвента. И, кстати, здесь еще написаны разные непожелания. В общем, как пользоваться этим средством. Почему оно в этом календаре. Дальше мы находим Доктор Хаушка. И это маска, которая обновляет кожу. Ну, маска здесь вообще крошечная. Снова 5 мл. Короче, это какой-то не календарь, а походу набор вот таких вот пробников. Сначала, знаете, у нас была роскошь-роскошь, полноразмерные средства. Потом на тебе пробников. Просто целую кучу. Так, третий номер мы открыли. И давайте немножко ускоримся, потому что нас еще ждет Польша. И где у нас тут номер какой? Четвертый. Где он? А вот он, четвертый номер. Ах, он пустой. Да что такое? Здесь должны были быть какие-то духи. Но он пустой. Посмотрите, здесь ничего нет. Как жалко. Ну, наверное, мы там еще это найдем. Я думаю, что они куда-то провалились. И потом мы все с вами разорвем. Главное не забыть. И посмотрим, куда все-таки он делся. Дальше у нас пятый номер. Какой-то просто огромный. Маска что ли опять какая-то будет? Нет. В этот раз что-то радостное. Это спонжик от Real Techniques. Вот такой вот спонж. Это вообще классная новость. Это, наверное, лучшее пока что, что мы нашли в этом адвент-календаре. И следующий номер. Шестой. Где он? Это какой-то просто огромный номер. Ну, теперь-то маска, наверное. Так. Вот тут что-то мы нашли. Но на самом деле такое впечатление было, что он тоже был пустой. И здесь у нас снова вот этот бренд Anna Yak. И это какая-то тушь интенсивная для ресниц. Просто вот в такой маленькой версии. Ну, ладно, я так подозреваю, что поскольку этот бренд все-таки довольно дорогой, мы должны как-то радоваться. Но, опять же, поскольку мы не очень хорошо с ним знакомы, мы не можем прочувствовать всю радость. Дальше седьмой номер. И здесь просто все перемешалось. Мне кажется, вот они, эти духи, которые мы должны были найти в каком-то номере. Здесь и были. И здесь у нас доктор Сьюзанна фон Шмидтберг. И какая-то сыворотка вот такая вот маленькая. И мне кажется, мы еще с вами такого позора просто нигде не находились. Здесь даже не написано, сколько здесь миллилитров. То есть, ну, прям совсем. Вот она вот такая вот крошечная. Ну, наверное, тоже 2 миллилитра в этой сыворотке. Так, что-то все идет как-то плохо. Я уже понимаю, как все хорошо у нас начиналось. А теперь у нас все прям плохо идет. Ладно, номер восьмой. Кстати, знаете, как еще можно отличить немецкий адвент календарь? Можно его отличить потому, что у него вот здесь вот есть подставка. Вот такая вот подставка. Я вам, по-моему, спойлер уже показала, что там сзади все нарисовано было. Но, в общем, я думаю, в Германии есть какая-то традиция, типа, ставить эти адвент календари. Если кто-то живет в Германии, пожалуйста, напишите, зачем там всегда подставки и куда обычно ставят эти адвент календари. Следующее, что мы находим, это бренд, который называется One Two Free. И это очищающее средство для лица. 10 миллилитров. Тоже вот такая миниатюрка. Девятый номер. Ах, мы с вами сразу тут можем найти кучу просто всего. Наверное, вот это вот наш парфюм, который называется для нее. Тоже от бренда Анна Як. Ну-ка, давайте понюхаем. Ну, такой нежный аромат. Что-то похожее на знаменитый парфюм от Kinzo. Ну, как-то так. Неплохой, неплохой аромат. Так, дальше у нас 10 номер. Слушайте, давайте просто его уже порвем, потому что это никуда не годится. Там все перемешалось, там все совершенно непонятно, как лежит. Так, все, занимаемся вообще разрыванием адвента. Вроде все, вроде все достали. В общем, давайте быстренько пробежимся по наполнению. Здесь у нас Starskin, вот такие вот жутко дорогие маски. И это патчи для глаз с золотом. Следующее, что мы нашли, это бренд, который называется Tomorrow Labs. И это комплекс для глаз. Кстати говоря, вот этот бренд, он безумно дорогой. Вот конкретно безумно дорогой. Один из самых дорогих брендов, которые, наверное, вообще можно найти в каких-то адвентах. Это бренд, который основан на исследованиях, за которые группа ученых даже получила Нобелевскую премию. И это исследование, которое связано с тем, как влияет недостаток или переизбыток кислорода на то, что клетки быстрее стареют. В общем, там какая-то очень серьезная у них научная работа была. И вот на этих исследованиях как раз они делают свою косметику. Следующее, это снова бренд, который мы уже находили, One Two Three. И это какой-то гель-крем, который просто увлажняет кожу. Дальше у нас бренд Anest Beauty от Jessica Alba, про который мы с вами уже говорили. И здесь гидрогелевый крем для увлажнения кожи. Но этот бренд так себе мне не очень нравится, поэтому ладно. Ничего, нашли и нашли. Следующее, это Биатуллин. Какой-то крем от морщин, просто в крошечном формате. Здесь 2 мл. Дальше у нас кисточка от бренда Цаева. Вот нам Цаева-то обещали и Цаеву дали. И это кисть для консилера. Кстати говоря, вот такие кисти продаются в Тревел наборе, где 4 штуки этих кисточек. Они отдельно не продаются. Снова у нас Tomorrow Labs. Вот такая вот сыворотка какая-то. Видимо, очень дорогая в расчете на граммы. И дальше у нас снова сыворотка, но уже от вот этого вот бренда Anna Yaki. Я ее все время Anna Yak. Anna Yaki. Я не знаю, честно говоря, как правильно произносится этот бренд. Но назовем ее пока вот так. Следующее, это снова у нас Доктор Сюзанна, которая нам предлагает вот такой вот крем для глаз в каком-то крошечном формате. А дальше у нас Анастасия Беверли-Хилл с ее тушью, которая называется Lash Brack. И эта тушь на самом деле мне понравилась. Она была весьма неплохая. И здесь, ну, наверное, это Тревел-версия какая-то. А может быть, даже это и меньше. Может, это именно пробник. Потому что у Анастасии Беверли-Хилл есть именно Тревел-версия этой туши. Но это больше похоже на самом деле на пробник. Потому что вроде Тревел-версия немножко больше по размеру. Дальше опять какая-то сыворотка вот такая вот крошечная просто. Следующее, это наш любимый сияющий рецепт. Корейско-американский бренд. И здесь прям совсем позорный пробник. Их арбузные маски. Эта маска, кстати, сейчас была просто во всех, по-моему, адвентах, которые мы находили, где вообще можно было найти какую-то корейскую, американскую косметику. Дальше у нас снова Tomorrow Labs и какая-то сыворотка ночная. Ну и парфюмы, как ни странно. Во-первых, это парфюм от бренда Abercrombie & Fitch. И давайте сейчас куда-нибудь его немножко нанесем. Вот сюда вот, может быть, чтобы нам понюхать его. Ммм, интересный, кстати, парфюм. Ну, такой, просто какой-то женский аромат. Немножко пудровый. Следующий аромат, это у нас Mercedes-Benz Woman. Смотрите-ка, аромат для женщин. Ой, все попало в рот. Весь этот парфюм попал в рот. Ну-ка, что у нас здесь? Что там за Mercedes-Benz? Ммм, какой невероятно сладкий запах. Классный, кстати. Немножко, по-моему, пахнет каким-то салоном машины. Очень странно, знаете, одновременно какими-то кондитерскими изделиями и одновременно каким-то кожаным салоном машины. Может быть, в этом и была задумка у Mercedes. И самый последний аромат, это, как ни странно, Ариана Гранде. И ее аромат, который называется Thank You Next по названию ее песни. Ну, ладно, давайте понюхаем тоже, как пахнет. Просто чрезвычайно сладкий запах. Какой-то, ну, такой, знаете, как аромат от звезд. Они часто бывают какие-то, ну, типа, знаете, просто сладенький-сладенький аромат. И если мы все это посчитаем, вот у нас здесь просто куча пробников. Как вы можете понять, конечно, этот адвент мне не понравился, потому что здесь сплошные пробники. То есть здесь полноразмерное средство было, в принципе, одно, получается. Вот это вот только полноразмерное средство. Ну, еще вот такие вот патчи. Но я думаю, что они, наверное, все-таки продаются не по одной штуке. И в результате сколько у нас выходит по деньгам? Вы знаете, если все это пересчитывать, еще и в рублях с сайта Дуглас, то получается, что вот это стоит 22 922 рубля при цене в 3600 рублей. Это цена, по которой я покупала этот адвент. Я, конечно, в это вообще не верю. Но, учитывая, насколько дорогой вот этот вот бренд Tomorrow Labs, такое, конечно, ну, ну, то есть это так оно и есть. Я пересчитывала по граммам, и так оно и есть, если все это посчитать. Но, с другой стороны, я думаю, что это какая-то странная тема, потому что, когда какие-то бренды, которые не особо известны, точнее, вообще неизвестны, они ставят такие цены на свои продукты, это всегда вызывает большое сомнение. Тем более, если, знаете, вы пробники их драгоценных просто продуктов, которые стоят просто космос, как космический корабль. Реально стоят вот эти все сыворотки. Ну, вы их находите в адвентах в таком количестве, то как-то подозрительно. Сколько ли хороши действительно эти продукты? Надо будет, кстати, попробовать, чтобы вообще понять, в чем там смысл, в чем там вот эти вот все научные исследования состояли. И следующее, что мы с вами будем открывать, это милейший адвент от польского бренда. Он бюджетный достаточно, ну, хотя Дуглас был бюджетный, но, тем не менее, как-то, знаете, не задалось у нас с ним. И это вот такой вот адвент от польского бренда Delia. Я его покупала то ли на сайте Natina, то ли тоже на сайте Makeup Store, в общем, на каком-то из этих сайтов. И это польский бренд косметики, который мне, к сожалению, вообще не знаком. Я понятия не имею, что это за бренд. Я посмотрела и увидела, что он какой-то очень бюджетный. Ну, в принципе, как и все польские бренды, такие вот широко известные у нас, то есть как Belle, например, как кто еще? Как Belinda, как Evelyn, но Evelyn все-таки чуть подороже, но тоже бюджетный. Но здесь прям совсем какой-то бюджетный бренд. Так что давайте откроем и посмотрим. Я люблю польские бренды, люблю польскую косметику. И в Польше очень развитая косметическая промышленность, поэтому мы с вами имеем множество польских брендов. Такой адвент, кстати, стоил 3833 рубля, и вроде его до сих пор даже можно где-то купить. И меня, моя зрительница, спрашивала в Инстаграме по поводу этого адвента. Очень просила его открыть, и поэтому я думаю, что да, надо выполнить пожелание зрительницы. Пожалуйста, вот это вот для вас. Мы откроем этот адвент. Номер первый, смотрите, здесь вот нормально написаны номера, и какие-то даже здесь есть небольшие пожелания, точнее загадки. Что же нас ждет внутри? Гиалуроновая сыворотка для лица и для шеи. Вот такая вот маленькая, но я думаю, что это полноразмерная версия, потому что, ну, сыворотка и сыворотка. Так, хорошо, это первый номер у нас был. Дальше второй номер. Что-то для волос. И здесь у нас, странно как, написано для волос, а здесь у нас какая-то гиалуроновая, точнее мицеллярный какой-то гель для снятия макияжа. Здесь написано все по-польски, поэтому немножко сложно понять, что же это такое. Ну, в общем, вот такой вот гель, наверное, мицеллярный. Следующее, что мы должны найти в третьем номере, что же это будет? Это будет лак, гибридное покрытие, шаг второй, какой-то, в общем, лак. Я думаю, что сейчас мы найдем, наверное, все-таки шаг первый, потому что это будет логично, если мы его найдем в четвертом номере. Нет, в четвертом номере с логикой у Делли не очень. И мы находим вот такую вот тушь. Так, что у нас там за тушь? Когда я смотрела цены на вот эти вот все вещи от бренда Делли, я видела, что, в принципе, у них цены такие по 100, 200 рублей, 300 рублей на косметику. То есть вот на польских сайтах примерно это все столько стоит. Дальше у нас пятый номер. Да, здесь у нас номер первый. Вот такой вот лак. Все-таки есть логика. И шестой номер. В шестом номере у нас будет, что это такое? Это шампунь. Вот такой вот маленький шампунь, 50 миллилитров. Ну, в общем, Делли, как и многие другие польские бренды, производят и декоративную косметику, как мы можем заметить, и косметику уходовую. Шестой номер, а теперь у нас седьмой номер. Здесь написано, что это что-то для маникюра. Так ли это будет или нет? Да, это для маникюра. Вот такой вот лак для ногтей. Дальше номер восьмой. И в восьмом номере что-то, что-то странное. Это маска, наверное, или это, а, это баттер. Это масло для губ с ароматом черной смородины. Ну-ка давайте. Вообще не хочет скромной упаковочки. То есть я думаю, что это реально прям такой бюджетный бренд. Ничем не пахнет. Вообще ничем не пахнет. Ну ладно, ну ладно, не пахнет и не пахнет. Дальше у нас брови. Маленький пинцетик. Вот такой вот крошечный пинцет, который мы, в принципе, похожее уже находили в адвент календаре от Essence. Следующее это будет блеск для губ. Как-то, знаете, слишком много спойлеров на самом деле. И здесь у нас вот такой вот блеск для губ. Ну ладно, хорошо. Дальше что-то там сияющее. Наверное, хайлайтер? Нет? Что это такое? Это что у нас такое? Это жидкий хайлайтер. Представьте себе, да, вот такой вот жидкий хайлайтер. Ладно, номер 12. И в 12 номере у нас маска для ног. А, ну понятно, вот это вот, наверное, носки и вот эта сама маска, которую вы должны в эти носочки залить, чтобы потом, в общем-то, ноги туда вставить. Следующее, что мы находим, это какое-то увлажняющее и питающее масло. Ничего себе! Вы посмотрите, я такого еще не видела. Это масло для кутикулы и для ногтей какое-то увлажняющее. И здесь прям частички цветочков. Вообще симпатично выглядит. Я так понимаю, что все-таки этот бренд, наверное, известен какими-то своими вещами для маникюра. Потому что мы с вами уж тут так много всего подобного нашли. Следующее, это краска для бровей. Как сложно все достается. Вообще темно-коричневая вот такая вот краска для бровей. Ну-ка, давайте откроем, посмотрим, как она выглядит. А, ну здесь прям целая система. Здесь какая-то вилочка, ложечка, вот такая вот краска, какой-то разбавитель. Ну, в общем, да. Много-много всего для того, чтобы покрасить брови. Следующее, это у нас будет 15 номер. И здесь что-то для кожи. Здесь двухфазное средство для снятия макияжа. Вот такое вот двухфазное средство. 16 номер. В 16 номере мы с вами находим маску для лица. И что это такое? Это маска с конопляным маслом и также с глиной. Так, хорошо, номер 17, где он? И здесь у нас снова что-то для кожи. В этот раз мы находим мицеллярную воду. Хм, интересно. Наверное, разница в том, что это вроде как гель, который можно не смывать, как здесь написано. Ну, в общем, что-то тут такое. А здесь мицеллярная вода. Это гель, а это мицеллярная вода. Вот такая вот разница. Следующее, это 18 номер. И снова мы здесь находим маску. В этот раз это кокосовая вода и также зеленая глина в этой маске. Так, хорошо, номер 19. Здесь будет помада, да. Здесь она и есть, потому что там написано липстик. И вот такая вот помада в нюдовом оттенке. Ну, интересно, знаете, интересно открывать для себя новые бреды. И здесь, на самом деле, есть какое-то разнообразие в этом адвент-календаре. И к тому же он был не такой уж и дорогой. Дальше в 20 номере мы снова находим с вами помаду. И это жидкая матовая помада. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, такая прям жиденькая, жиденькая сильно матовая помада с не очень интенсивным цветом. Так, дальше номер 21. И здесь у нас здоровая кожа. Опять что-то для кожи. И снова у нас точно такой же мицеллярный гель. Мы с вами уже такое проходили, когда в адвентах, знаете, одинаковые средства в нескольких ячейках. Дальше номер 23. И в 23 номере что это такое? Опять что-то лак. Снова лак для ногтей. Причем здесь какой-то маленький размерчик. Даже они написали, что это у нас размер S. Так, давайте посмотрим. Мы 22 с вами пропустили. А здесь тоже была какая-то помада. Вот такая вот помада. Но надо сказать, что у них прям очень минималистичные упаковки. Я думаю, что да, это бренд прям чрезвычайно бюджетный. И 24, самый последний номер. Здесь мы находим подводку, водостойку для глаз. Ну, вот такая вот подводка. Так, что я могу сказать? Что я не знаю, сколько все это стоит, ребята. Потому что цен на многие из этих вещей их уже сейчас нет. Даже в польских интернет-магазинах. Но, во всяком случае, стоил этот адвент 3833 рубля. Давайте договоримся, что столько он в результате и стоит. Если переводить на рубли. Хотя, учитывая все-таки, что все достаточно бюджетно выглядит. Мне кажется, что здесь, ну, может быть, оно не дотягивает до этой суммы. Потому что некоторые вещи были такие довольно сомнительные. Типа, как маленький пицет. И лаков было очень много, которые обычно не бывают сильно дорогие. Но, во всяком случае, в этом адвенте реально было какое-то разнообразие. Если бы меня спросили еще раз, я бы его купила за 3833 рубля. Я бы, наверное, сказала, что нет. Но, с другой стороны, может, он действительно какой-то супер классный. И тогда, действительно, это стоило бы этих денег. Вот такое вот было видео. Я вам сегодня желаю замечательного дня. Чтобы у вас, как всегда, было хорошее настроение. И не забывайте, кто такие кролики. Кролики не такие простые звери, какими кажутся. В общем, спасибо вам за просмотр. И до скорых встреч на моем канале. Всем пока!